Физики и лирики Физики и лирики Физики и лирики С виноградом разберутся и без ученых Там крупный капитал задействован Люди всегда будут петь и пить А вот с полезным ископаемым и литием Нужно крепко подумать и действовать Итак, литий Относится к редким элементам Наряду с другими 34 элементами Периодической таблицы Менделеева Советский Союз по запасам лития Занимал второе место в мире Сейчас большие запасы лития имеют Боливия, Чили, Австралия, Китай, Канада и Германия А в СКФО более 1 миллиона тонн запасов лития Лития нужен не только для производства литиевых батарей Но и без него никак в производстве электрокаров В направлении перспективного цивилизованного мира Отметим, что к 2050 году многие мировые страны переходят на электромобили И прекращают производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания Сейчас переходный этап Уже в этом году массовое производство электромобилей Стартует на предприятиях Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Audi, Porsche, Volvo, Hyundai и Honda По подсчетам экспертов, эти компании будут производить около 15 миллионов электрокаров ежегодно На что потребуется около 100 тысяч тонн лития в год И Дагестан занимает в стране ведущее место по его запасам Залежи редкого природного элемента имеются в Берикеевском и Тарумовском месторождениях республики Где, по мнению дагестанских ученых, только из Тарумовского месторождения Можно добывать до 4,5 тонн карбоната лития ежегодно Что покрывает потребности всей России и даст возможность даже его экспортировать Разработки лития были долгое время засекречены Так как связана была сфера с производством бомбы Разработки шли еще в советские годы Как и некогда, добыча меди в Новборчинском инородном районе Кизилдере Была приостановлена, потому что не было пространства для экологически И гуманитарно безопасного развертывания производственных площадей По этой же причине было заморожено производство и в Берикеевском месторождении Проблема добычи природных запасов, столь стратегического и редкого А вместе с ними нужного элемента, действительно сопряжена с экологическими проблемами Потому литиевому вопросу нужно уделять повышенное внимание Соблюдать весь комплекс мер безопасности Будут это делать в России и в Дагестане У народа есть большие сомнения Примеры печально имеются Особенно если подпустить сюда капиталистов, цель которых наживы и ничего более Купят любую справку и бумагу о безопасности Поэтому этот проект должны полностью курировать и реализовывать государственные компании Под пристальным вниманием местных властей и институтов гражданского общества Между тем технология добычи лития очень сложная Сопряжена с наукоемкими процессами и технологиями А на строительство комплекса переработки элементов в Дагестане Необходимо чуть более 1 миллиарда рублей Если соблюдать все рекомендации ученых Тогда, надеемся, все будет хорошо Науку всегда, при любых обстоятельствах нужно слушать У нас эту культуру, к сожалению, растеряли А что же ученые? Что они думают о потенциале физики, ресурсах и точках развития? Вот что рассказал мне председатель Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Профессор, доктор физико-математических наук Акай Муртазаев У дагестанских ученых есть десятки проектов и разработок Которые легли под сукно Вот, к примеру, проект специального энергосберегающего покрытия стекол На основе оксида цинка Эта технология, разработанная в Институте физики имени Амирханова Значительно дешевле существующих Выпуск стекла с таким покрытием на Каспийском заводе листового стекла Дало бы значительный экономический эффект, так как такое стекло 2-10 раз дороже и пользуется спросом А также это увеличило бы ассортимент продукции завода Но Каспийский завод листового стекла не заинтересовался этим предложением Да и потом началась процедура банкротства предприятия Также были предложены технологии покрытия металлических конструкций и различных поверхностей Опор, мостов, буровых конструкций и так далее Находящихся в агрессивной внешней среде Использование конструкции с таким покрытием, например, в морской воде Увеличивает их срок эксплуатации без технического обслуживания до 10 раз Еще одна технология по изготовлению специализированных фильтров для очистки воды от радиоактивных элементов и тяжелых металлов осталась невнедренной А проект печать проводящих слоев на полимерной основе аддитивной технологии Которая может быть востребована, так как позволяет создавать микросхемы со сложной архитектурой Без сложных и вредных химических процедур травления Тоже не удел Публикации, демонстрации, обращения и предложения ученых пока остаются без ответа Здесь очевидно возникает сразу вопрос, что же изменилось с советским периодом, когда у нас был социализм И все обвинялись, что социалистическая система невосприимчива к научным разработкам и так далее Перейдем к капитализму, тогда все владельцы предприятий, заводов, они заинтересованы в качественной продукции Будут бегать за научными разработками и так далее Но в этом плане абсолютно ничего не изменилось Наша экономика как была невосприимчива к разработкам и инновациям Так она и осталась невосприимчивой С тех пор можно считать, что практически ничего не изменилось С их стороны я совершенно не вижу заинтересованности во внедрении каких-то новых результатов и разработок Говоря о том, что знают ли на верху о наших разработках, могу однозначно сказать знают Потому что мы этими результатами, этими данными отчитываемся и перед своим учредителем И в Российской Академии Науки многократно докладывали о них на разных научных мероприятиях И разного рода круглых столах, встречах, министерствах, ведомствах Но в этом направлении особо каких-то продвижек у нас нет Мы даже издали сборники наших инновационных разработок Эти материалы я представлял и правительству, и министерству Но дальше от благих пожеланий пока никуда мы в этом плане не продвинулись И в целом я вижу, что со стороны промышленности, ни со стороны предприятий Особого интереса к этим вещам нет Хотя в принципе их внедрение могло бы дать значительный экономический эффект И продвинуть производство вперед И можно было бы наладить выпуск новой продукции На неделе в Сулейманстальском районе на базе Смурской школы прошла Олимпиада по физике Смур – это уже знаменитое в образовательных и политических кругах республики Название села со школой, построенной на деньги мецената Марата Шайдаева В послании народному собранию глава республики отмечал это комплексное учебное заведение Как образцовое в Дагестане Куда должны ехать все главы районов и городов Чтобы увидеть то, как правильно обустраивать школу Спонсоры интеллектуального мероприятия в Сумуре Семи Керимовых и Ханбалаевых, а также фонд ИМАН Участники Олимпиады – 40 учащихся 10-11 классов из 6 районов Дагестана Сурманстальского, Ахтынского, Докуспаринского, Магарамкенского, Хивского и Курахского районов В жюри почетный гость, выходец из района, доктор физики и математических наук Заур Али Султанов Еще при Абдулатипове в 28 лет он стал самым молодым доктором наук в России Однако внимания республика молодому ученому должного так и не оказала Тогда ограничились книгой авторства президента Дагестана Никаких красных дорожек, фанфары, премий не было, как водится в адрес чемпионов спорта А вот чемпиона науки просто проигнорировали Сейчас он живет и трудится в Москве Говоря про вклад науки в развитие республики Необходимо особое внимание уделить школьникам Вся надежда на них Наша основная задача привлечь как можно больше молодых дагестанцев в науку и образование Сделать все, чтобы увеличилось количество влюбленных в науку молодежи Эта задача не из легких, особенно в современном мире Где кумирами общества часто становятся какие-то больные люди, мягко говоря Но решение этой задачи нам жизненно необходимо Потому что имея достаточное количество высокообразованных людей Мы будем в состоянии выходить из любой трудной ситуации в будущем Необходимо дать возможность успешным молодым ребятам развивать свой потенциал И приумножать его через лаборатории, кафедры, институты и другие научные центры Необходимо приглашать признанных специалистов с научно-популярными лекциями для школьников и студентов Проводить олимпиады среди школьников в современном стиле Когда такие олимпиады не только выявляют наиболее талантливых ребят Но и прививают любовь к наукам Кстати, такого рода олимпиады уже не первый год проводятся фондом МИМАН Основанным семьями Керимовых и Ханбалаевых Мы должны, с одной стороны, понимать, что каким бы количеством денег или природных ресурсов в современном мире не располагала страна Она обречена на гибель, если в ней нет достаточного количества высококвалифицированных специалистов С другой стороны, говоря конкретно о физико-математических направлениях Я искренне не понимаю, как можно в век интернета, искусственного интеллекта, роботов, нано и квантовых технологий Не увидеть актуальность, востребованность этих наук Не увидеть, что эти профессии одни из немногих, которые выживут в будущем очень быстро меняющемся мире Такая слепота подрастающего поколения может обернуться в будущем катастрофой для нас В деле внедрения разработок и разработки недр мы очень неповоротливы Каждый раз чего-то нам не хватает То ли политическая воля, то ли понимание, то ли денег, а то и всего вместе Как говорят ученые, нужна действенная поддержка властных структур Пока ее нет А есть возня Вы, наверное, понимаете, почему Потому что у нас не те люди сидят во властных креслах Они не виноваты, они не ведают А литий и другие полезные ископаемые нужно разрабатывать А разработки инноваций внедрять А пока мы теряем время Ученых нужно слушать и слышать Вот рассказывают Пришли ученые с проектом к одному уже бывшему дагестанскому вице-премьеру Его еще глава везде вез с собой, думал выйдет толк А он возьми и заруби проект То ли не понял, то ли не досуг Пока такие люди будут во власти Будет замкнутый круг И, конечно, готовить кадры с молодых ногтей Когда-то в тучные годы на Дагестан смотрели сквозь черные очки Ну что там, какая-то провинция большого держава Кстати, тему лития тогда прокатили на федеральном уровне Выгоднее оказался Чили Сейчас, когда нужные для России страны повернулись спиной Вспомнили Дагестан Везет Дагестану последние годы Туризм, транспорт, полезные ископаемые Нет, хода без добра в полной мере к нашей республике относятся Так получилось, что поделаешь А власти надо просыпаться и протирать свои мутные очки А лучше их вовсе выбросить Оставайтесь людьми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова